И видим, что здесь девчонки Здесь просто девчонки То есть здесь все сделано так, что ты видишь, как писают девочки А мальчики видят, как писают Мы два километра, ехали один час И я сейчас вляпался в следы писающего мальчика Писающие мальчики здесь начинаются прямо на парковках Надо пойти ноги обо что-то обтереть Демонстрации возможностей А что я хочу сказать? Смотри, если ты посмотришь на современный Дубай Какую историю ты сейчас слышишь? О том, что какой-то бедуин, придя в пустыню, создал из пустыни Арабские Эмираты И если ты сейчас посмотришь на Россию и Москва-Сити А какую историю ты услышишь о том, что безумный столик вдруг поднял Россию с колен и создал Москва-Сити Каждая эпоха оставляет в камне свои возможности Чем отличается грунт и плац от всего остального? Она такая же хороша, она так же велика Только все это было сделано не сейчас, а в 15 веке Как наркотик, то есть под кайфом люди слушают оперу И в этом есть большой плюс Знаешь, какой большой плюс? А ты ходил когда-нибудь в оперу? А когда последний раз ты ходил в оперу? Так вот, мне надо затащить тебя в оперу, чтобы познакомить тебя с прекрасным И очень часто здесь в операх наливают вискаря тресетика То есть я, например, ходил в театр, там где наливали виски Если бы там не наливали виски, вряд ли бы я пошел в этот театр Так и с этой оперой Если там можно, ты понимаешь, что речь идет о легких наркотиках Где можешь травочку, муравочку покурить и насладиться оперой А потом ты можешь подсесть на оперу и завязать с наркотиками или алкоголем Как тебе такая идея? Это то место, где ты должен умереть, родиться заново, переформатироваться И в свою страну возвращаться с новым багажом знаний Именно для этого ты едешь в путешествие Друзья, всем добра и позитива С вами Владимир Волошин И сегодня мы рассмотрим семейное путешествие по Европе Мы проедем несколько столиц Европы Самые злачные места Путешествие рассчитано на детские эмоции Это низкобюджетное путешествие Пожалуй, самое дешевое путешествие, которое только себе можете позволить Мы посетим Париж, Бельгию, Амстердам, Брюги, Монс И парочку секретных мест Разумеется, цель нашего путешествия Чтобы наши детки своими глазами видели Европу А не по телевизору Чтобы пропаганда на них практически никак не влияла Посетим парки аттракционов, зоопарки И самые-самые топовые места Для чего делают взрослые? Конечно же, отдохнуть от суеты Для чего мы берем своих детей в дорогу Чтобы они видели ту прекрасную Европу После посещения которой бесполезна любая пропаганда Низкобюджетное путешествие с Владимиром Волошиным Итак, поехали! Уже в Брюссель и тут моя фишка Я вспомнил, когда я здесь работал Для меня это было просто адом Дело в том, что здесь большое количество туннелей И под нами туннель, а сверху дорога И навигатор накладывает одно на другое И я просто схожу с ума Я не могу понять Он не заставляет повернуть в туннель И там сделать поворот Или этот поворот делать наверху Это катастрофа Он начинает чертить там маркерами Красный туннель, синий, дорога Один раз ты с поворотом пропал Он перечерчивает маршрут Оставляя старые полоски А здесь бешеное количество пробок Вот реально бешеное И у тебя мозг начинает плавиться Вот так жестко Вот так жестко Даже не было, скажем так, в Париже Как в Брюсселе И в Париже как пробка Стоишь два часа, например, перед въездом Окей Здесь же вечный центр Вечная пробка Вот с организацией движения здесь катастрофа Хотя похвалить их надо за их волшебные туннели Многокилометровые И, видимо, местные, конечно же, лучше ориентируются И тогда беда здесь на дорогах Это туристы И загорелые парни Которых очень легко здесь услышать Они каждый раз, когда куда-то в тверность Неправильно повернули Начинают сигналить Ну, как в Египте где-нибудь Постоим два часа в пробочке И полтора километра едем уже минут сорок Круто! Ни одного полицейского Мы два километра ехали один час И я сейчас вляпывался С еды писающего мальчика Писающие мальчики здесь начинаются прямо на парковках Надо пойти ноги обо что-то обтереть Ну, не зашел вот так вот со старта Брюссель Я думаю, может, он как-то себя реабилитирует Парковка три евро в час-то Офигенно! Маленькие лестницы, поэтому они на вот этих лифтах все поднимают Я здесь работал строителем Мы поднимали шестиметровую балку Вот на такую высоту И вот теперь о безопасности Смотри, дети, женщины с колясками ходят Работает лифт с подъемом Беда в том, что по-другому здесь невозможно Ну, а когда ты еще закажешь подъем этого лифта? Ну, был у меня шок, честно говоря Понимаете, что эта кареточка, она 80 сантиметров до метра А шестиметровая балка там попробуй отбалансируй Это, ну, нереальная история Вот такие воспоминания Поэтому, с одной стороны, здесь запах свободы И в прямом переносном смысле А с другой стороны, ну, опять же Если ты привык вот к этому Все комфортно А если ты турист, то для тебя это взрыв мозга То есть ты должен умереть И родиться на этих улицах заново И тогда у тебя пойдет все хорошо В нашем случае это такая дикая экскурсия Быстенько прибежали, быстренько убежали И за сутки умереть и родиться Вряд ли получится Но в моем случае это еще воспоминания Человека, который на этих улицах отжил один год И вернулся сюда спустя 8 лет Я вам сказал, что сейчас я покажу тебе, как это делается Смотрите, какая прелесть У меня специальные такие перчаточки И сейчас он покажет, как эта штука работает И мой рекомендацион Это африканская тарелка Она явно тебя заинтересует И смотри, если ты в Бельгии Попробуй стейк Стейки здесь просто божественные От слова совсем Лепешка со стейком и бельгийское пиво Ты будешь долго это вспоминать Поверь мне Поедет фудкором мы разобрались А сейчас мы идем в туалет И это важно Потому что, когда ты здесь путешествуешь Я очень часто говорю Ты здесь должен умереть и родиться заново И это очень важно Ты сюда едешь для разрыва мозга Ты сюда едешь для того, чтобы увидеть все так, как не у тебя дома Смотри, каждый, кто зашел в этот туалет Он сфотографировался на память Видишь? Смотри, как прикольно Из туалета вышел, сфотографировался И фотку сюда приклеил Уходим в Писуар Писаем И видим, что здесь девчонки Здесь просто девчонки То есть здесь все сделано так Что ты видишь, как писают девочки А мальчики видят, как писают мальчики Так, наркотик То есть под кайфом люди слушают оперу И в этом есть большой плюс Знаешь, какой большой плюс? А ты ходил когда-нибудь в оперу? А когда последний раз ты ходил в оперу? Так вот, мне надо затащить тебя в оперу Чтобы познакомить тебя с прекрасным И очень часто здесь в операх наливают вискаря Тресетика То есть я, например, ходил в театр Там, где наливали виски Если бы там не наливали виски Вряд ли бы я пошел в этот театр Так и с этой оперой Если там можно Ты понимаешь, что речь идет о легких наркотиках Где можешь травочку, муравочку покурить И насладиться оперой А потом ты можешь подсесть на оперу И завязать с наркотиками или алкоголем Как тебе такая идея? Это то место, где ты должен умереть Родиться заново, переформатироваться И в свою страну возвращаться с новым багажом знаний Именно для этого ты едешь в путешествие Именно поэтому мы сегодня здесь Макгрюны плац И здесь действительно чудеса мастеров фламандской архитектуры Если ты любишь фламандскую архитектуру Ты обязан побывать здесь А я так точно от нее обалдею Почему? Потому что я реставратор И мне приходится эти вещи реставрировать И она уникальна Рядушком здесь находится Германия Там тоже была готика Но ничего подобного не было Вот это действительно Особенно эта площадь Она уникальна тем, что Здесь был домик короля Его так называют Но короля там в нем никогда не было И это, так скажем Мое личное субъективное мнение Это было варианты прославить страну Показать, что такое страна И ее возможности В наше время строить небоскребы в Дубае А раньше поступали вот так Демонстрации возможностей А что я хочу сказать? Смотри Если ты посмотришь на современный Дубай Какую историю ты сейчас слышишь? О том, что какой-то бедуин Придя в пустыню Создал из пустыни Арабские Эмираты И если ты сейчас посмотришь на Россию И Москва-Сити А какую историю ты услышишь О том, что безумный старик Вдруг поднял Россию с колен И создал Москва-Сити Каждая эпоха Оставляет в камне свои возможности Чем отличается Грунный плац От всего остального Она такая же хороша Она так же велика Только все это было сделано Не сейчас А в 15 веке И они были законодателями Вот этого понта И самое интересное Что ты должен понимать Это дом мясника Дом пекаря Дом обловщика Дом плотника Это дом вот этих вот людей Которые здесь жили И что они делали Они свои деньги инвестировали В ту точку Где они зарабатывали Что делают современные бизнесмены Заработав в этом месте Тотчас вывозят эти деньги Инвестируют в совершенно другие места Все эти люди Которые создавали всю эту архитектуру Их больше нет Они ушли Но в камне Сохранилась память о них Величие королевства Бельгии Которое передается Из поколения в поколение Теперь эти люди известны Вот их деньги Вот их мысли Что будет со всякими Там Абрамовичами Усмановыми И прочими Недоумками Эти ушлепки Украли эти деньги Инвестировали в свое собственное пузо И эти деньги были потеряны Но самое страшное Что Они украли у нас Нашу эпоху И мы после себя Не оставляем Подобных шедевров Это не только проблема их Это проблема в современной Европе То, что мы сейчас смотрим Это было создано в 15-16 веке Расскажи мне О подобных вещах О подобных концептах Которые были созданы В нашей современной истории В нашей современной Европе Это, к сожалению Большая проблема Поэтому, когда Находишься здесь Ты можешь Не только кайфовать Но и скучать По тем временам Когда Честь Доблесть Вера Ценились Больше, чем Разгонкая Века над этими людьми Оказались невластны Смотри Рельеф этих людей С 15 века здесь Ты можешь Поставить Такой памятник Чтобы Ты стоял здесь Наверху была Твоя регалия Вот, например Парень добывал уголь Пожалуйста Парень Дровосек Видишь Пожалуйста Парень Пек Хлеб Пожалуйста И вот они Здесь уже Веками С 15 века И Сколько прошло Воин Сколько прошло Бангошек И потомки Любовно Каждого из них Реставрируют За каждым За ним уходят И это будет проходить Еще много 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 Поколений Вот таким Пантом Могут Похвастаться Современные Олигархи Нет Потому что Они просто Жалкое Убожество А вот эти Люди Будем Прославлены В веках Своим Честным Трудом Понятно Что в 15-16 веке Понятие Честность Доблесть Честь Они были Относительные Но они Ребята Были И Закончилось Все это Примерно В Первую Мировую Войну После Первой Мировой Войны Уже В обиходе Непопулярные Слова Честь Доблесть Вера Нет И унифицированное Это дошло Сейчас до того Что сейчас Только деньги Только доллар Только евро Только бабки Только кредиты У вас ничего Другого На языке Больше нет И молитесь Вы не тем Ребята Богам Второй раз Повторю Ты приехал Сюда Для того Чтобы умереть Родиться Заново Ты в своем городе Я не знаю Где ты там живешь Ты когда вернешься Ты подумай о том Насколько комфортно Может быть мусорник Насколько комфортно Может быть переход Человек стоит Курит Спокойно Наслаждается Красный Сигаретку Забуковал Пошел Не кинул Не выкинул А забуковал В такой В такую пепельницу Хочется Положить Бычок Не захочешь Его выкидывать Понимаешь Есть два вида Варианта Первый Когда ты приезжаешь В отель Написано Не бросайте бумагу В туалет И прокладки Вот прям большими буквами Сука Не бросайте А второй вариант Положить красивую Такую красивую Интересную Урну Куда Хочется кинуть Эту прокладочку И кинуть Эту тряпочку Бумажечку Понимаешь Два разных подхода У тебя в голове Должно стрельнуть И ты должен Менять свои подходы Гуляя по этим улицам Не ищи здесь Какого-то идиотизма Пойми здесь Следующую вещь Что Вот эта вот штука Это не какой-то Сраный киоск Эта штука Это где От отца К сыну Передается этот бизнес И этому киоску Наверняка Порядка 30-40 лет И там Одни и те же люди Стоят И продают И эти места Они не меняются Потому что место В исторической части Оно будет Вот всегда таким Чтоб ты понимал Весь мир едет Писающему мальчику Весь мир едет Писающему мальчику Писающий мальчик Это вот такая Маленькая скульптурка Сантиметров на 30-40 И нет президента Какой-либо страны Который бы не привез ему Какой-то подарок Нету человека Который бы Не захотел приехать сюда Вот этот маленький магнит Генерирует Миллиарды в эту страну Ломай свой мозг Сделай что-то подобное В своей стране Мне это можно сделать Тупо писающим мальчиком Понимаешь Зачем ты сюда приехал Умереть И родиться Заново И это тебе сказал кто? Безependен Ты не можешь Безапрошен Мальчик Вкусный Безапрошен Мальчик Комментирует Комментирует Рыб Комментирует Комментирует Вкусные Он так он не решает мне в нем Да, это все Класс Попробуем Девочка Малыш Я не могу Я не могу В этом видео Да, в секунду я буду платить Я не могу Я не могу Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Надеюсь, что ее видно Вот она Когда я говорю, что здесь порядка тысячи домов Это потому что мне лениво считать И когда увидел, сколько здесь домов Это просто с ума сойти Так вот, здесь Такая штука, здесь примерно как принцип Турецкого отеля, там где все включено То есть ты покупаешь Что, домик в аренду, который можешь себе позволить? Вот мы позволили себе Один из самых скромных, наверное, домиков Один из самых скромных домиков Значит, смотрите Вот там вот у нас детская площадочка Можно полазить За ней у нас там пруд В нем плавают уточки Их можно покормить Мы когда сидим Вот это вот панорамное окно Видим, как бегают кролики Я чуть-чуть вот так вот оттащу У нас панорамных окна получается два У нас есть телевизор На нем моя рубашка сейчас сушится И каминчик Этим камином Вот одним камином можно обогреть весь дом У нас он просто не выключался Дальше у нас вот такая патио, терраска Ну и близость соседей Но в этом комьюнити Можно шуметь до 11 Правильно я говорю? Ровно в 11 все должны выключить свет И идти спать Никаких тусовок, музык, ничего Если вы не вернулись сюда А у вас парковка машины здесь стоит Покажу У машинка наша стоит, видите? Вон, туп, где-то там До 11 не вернулись Оставляете за пределами кемпинга Свою машину и пешочком Потому что жужжание машины Может кого-то разбудить Это неприятно Следующий момент Гигантский пляж Видите он? Просто гигантский пляж Сколько здесь машин? Тысяча Столько и яхт Тысяча Можешь на своей яхте сюда приплыть Можешь взять домик рыбака В виде палатки И там ловить рыбу Можешь загорать Можешь кататься на яхте Посмотри, какой причал яхт Видишь? И здесь получается все И хорошие машины И яхта И кемпер И прокат велосипедов Прокат электроскутеров И чего угодно Самый Ну не самый Ну очень большой Парк аттракционов Три минуты езды отсюда На велосипеды не нужно ехать Следующий момент На территории У нас аквапарк И большая детская площадка Самое главное Что заплатив за домик Ты больше не платишь ни за что У тебя все бесплатно Парковки Пляжи Дискотеки Лотереи Концерты Анимация Ну как в турецком отеле Все Бассейны и т.д. и т.п. Что, еда еще бесплатно? Детей не показываю Но вот здесь у нас вот столик Вот там угловой диванчик Здесь у нас примерно Как в хорошей яхте Смотрите Вот у нас все такое Здесь у нас Спать могут два человека Здесь у нас спать могут Два человека И в этой комнате спать у нас могут Два человека А значит комфортно Шесть Некомфортно Восемь человек Смотрите какой нереальный Здоровый санузел У каждого своя окошечка С его вещами Просто большой душ Реально большой душ И вот такая вот вся история Да вот как-то так и живем Парковка машины Находится вот она тут же Вот так называется наш кемп Единственное здесь надо уважать Права других То есть после себя Когда ты все сдаешь Ты должен в таком состоянии В каком получил В таком отдать Для того чтобы Уважительно относиться к персоналу Персонал который пришел сюда Он не должен видеть никакой грязи Он должен видеть все чистое Включая помытую кухню после себя Включая помытую посуду Потому что здесь все На взаимоуважении На территории кемпа Нельзя быть Реально нельзя быть негативным Нельзя там ругаться матом Или кому-то относиться Ну неподобающим образом Моментально среагирует охрана То есть там были где-то Ребятушки из Украины Ну извиняюсь конечно Но они были И они там распивали алкоголь И попытались отдохнуть Традиционно в украинском стиле У них ничего не получилось Быстренько успокоили ребят Вот А так Из тысячи человек Тысячи семей За неделю Никаких инцидентов Ну вы понимаете что язык не поворачивается Вот это назвать кемпингом Это гектара примерно Тут происходит лотерея каждый вечер Все виды игр Которые только возможны И они все здесь есть Это пипец Смотри бассейн Прикинь Как бы утром собрались Попутешествовать Да сегодня Там Амстердам Планеты обезьян И все такое Сейчас первая мысль Что быстренько сгоняем Амстердам на 15 минут Типа сфоткались И обратно сюда То есть нам абсолютно Ничего не нужно Это место где Просто кафе Мы можем сидеть Вот здесь вот Где происходят все Сейшены, тусовки То есть тут реально Тысячи человек Выбирается Со всех стран мира И просто тусит Пиццерия На 7 человек На раздаче здесь люди Ну чтобы очереди не было И вот здесь тусовка Здесь происходит концерт Это не единственная площадка Для концертов Которых Уже здесь есть Их тут несколько Аквапарк Зоопарк Почти тысяча домиков Во всех стилях Мир И ландшафтную группу От пустыни До экзотических Цветок деревьев Я просто молчу Люди То есть на детской площадке Бегают дети Они говорят На всех языках мира Ну тут вся карта мира На номера машин Смотришь просто Надо обратить внимание Смотри А 500 столов И на каждом стоит свечка И она всегда горит Для удобства Это вообще происходит Вот и днем И вечером Не просто ты зашел В кафе Тебе зажгли свечку А просто всегда Для антуража Академия Академия Кэр Тебе зажгли Тебе зажгли